К центру оперного пения, который основала Галина Вишневская, поклонники несут цветы. Афиши с постановками, ставшими последними в жизни легендарной певицы, с каждой минутой после ее смерти, становятся похожей на мемориал. Она была живая, настоящая. И это чувствовалось. Она для них была как мама, как учитель, как педагог, как близкий человек, родной, дорогой. Она такой была и останется. В самом центре уже готовится к прощанию с Галиной Вишневской. Оно назначено на 13 декабря. О скоропостижной кончине своего руководителя и наставника многие сотрудники центра узнали в самом конце рабочего дня. Это был ее первый дом. Она даже очень часто проводила здесь время и практически жила. Жила именно в центре. И без него она себе жизни не представляла. Для нас это пока весть, в которую мы верить не хотим. Поэтому она с нами. В эту новость долго не мог поверить и друг Галины Вишневской, столист Большого Бадри Мойсурадзе. Последние годы они близко общались. Он называл Вишневскую учителем. Она его преданным учеником. Научила, в первую очередь, как жить. Как петь, как жить артисту в этом сложном мире и выживать. Как мне это парадоксально не звучит, но тяжелейшая профессия. Но она, как гениальная женщина, она в двух словах объясняла все. В центре Галины Вишневской говорят, что после смерти наставницы осталось много нереализованных проектов. Ее коллеги обещают, что свет увидит все постановки, над созданием которых в последний год трудилась певица. Аплодисменты в этих стенах всегда будут звучать и в ее честь.